МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках переходного периода, который у нас был в 2014 году, налогоплательщикам было позволено пользоваться украинской техникой, были внесены изменения в федеральное законодательство, и до 1 января 2016 года они могли и имели право использовать украинскую технику и к этому сроку ее заменить на российскую. На сегодняшний день эти процедуры полностью завершены, мы все перерегистрировали, весь парк кассовой техники в Крыму на сегодняшний день он российский и соответствует нормам российского законодательства. Однако это не завершило нашу работу как контролирующего органа. Ситуация, которая имеет место в сфере контроля за наличным обращением в Российской Федерации на сегодняшний день такова, что в Федеральной налоговой службе создано отдельное управление оперативного контроля, ему вменены функции именно контроля за оборотом наличности, также ряд специфических функций по спецсчетам, по игровой технике, по лотерейному обращению. И всеми данными вопросами занимается данное управление. Плюс большая актуальность на сегодняшний день данного вопроса связана с тем, что прошли и завершены ряд пилотных проектов на территории Российской Федерации по созданию системы передачи данных из кассовой техники на центральный облачный уровень. То есть Федеральная налоговая служба на сегодняшний день создала достаточно широко известную, мы много про нее рассказывали, систему обработки данных, базу данных. И планируется постепенно, на сегодняшний день уже в законодательном ключе будут приняты решения о том, что информация с каждой кассовой операцией, которая проводится к кассовой технике, она передается на центральный уровень. И, конечно же, эта информация будет корреспондироваться с другими видами налоговой информации для получения более объемного понимания на этом рынке. Ну вот что ждать бизнесу в этом году? Проверки использованы контрольно-кассовой техники, проводятся? Значит, в 2015 году территориальные органы налоговой службы, Управление Федеральной налоговой службы по республике Крым начали проводить такие проверки. Где-то с середины года уже практически все инспекции этот инструмент испытали и до конца года проводили данные проверки. Было проведено около 2000 проверок, начислено 7 миллионов штрафных санкций, большая часть, там, порядка 6 миллионов уже на сегодняшний день уплачено. Остальные суммы либо по срокам не наступило, либо идет их судебное изыскание там, где самостоятельно плательщики не платят. Значит, проведение таких проверок, оно основано на ежемесячном планировании. Налоговые органы на местах обращают внимание на тех участников оборота наличности, которые нарушают установленные правила. Затем большой поток у нас жалоб имеет место от граждан, имеет место обращение правоохранительных органов. Соответственно, формируются такие планы, корректировки планы и по данным планам налоговая инспекция на местах проводит данные проверки. В этом году, когда уже этот инструментарий как бы испытан на местах, мы теперь с точки зрения управления решили ввести несколько программ. Мы считаем, что есть наиболее болевые места, которым нужно уделять внимание на местах нашим налоговым инспекциям и их планирование уже в соответствии с установленным регламентом будет проходить в рамках этих программ. Какие это программы? Ну, первая тема – это торговые центры. Мы прекрасно знаем, что большая часть наличных денег нашего населения сегодня тратится в торговых центрах, где человеку одновременно и приобретает то, что ему необходимо, и в виде продуктов питания, и в виде одежды. Там же он проводит свой досуг выходного дня. И там же, конечно же, большое количество участников бизнеса зарабатывает деньги. Так и сами собственники торговых центров, и все участники, арендаторы и все прочее. То есть мы хотим уделить внимание данной проблематике. Значит, проверки кассовой техники будут ориентированы именно на информационную составляющую, чтобы это были не просто визиты, а чтобы после этих визитов у налогоплательщиков возникало понимание, где они нарушают и что мы хотим. Мы хотим, чтобы они учитывали всю наличность, которая к ним попадает. Соответственно, все данные эти суммы без теневого оборота были базой для налогообложения, и наши налогоплательщики платили те налоги, которые следует уплачивать. Но хотелось бы отметить, что на сегодняшний день практически 85% налогоплательщиков Крыма оно избрало для уплаты налогов специальные режимы. Это так называемые упрощенные режимы. И они позволяют незначительную часть своего и трудового времени, и, соответственно, финансовых ресурсов посвящать на уплату налогов. Это небольшие, негромоздкие виды учета. И на самом деле они все достаточно просты. И мы ведем политику такую, чтобы наши налогоплательщики понимали это и переходили, и сами были спокойны за те процессы, которые у них происходят. Второе направление по нашему контрольному вниманию – это жилищные центры. На сегодняшний день мы туда относим как средства размещения, связанные с курортом, так и средства размещения в больших городах. Не секрет, большое количество населения у нас сегодня живет на съемных квартирах. То есть сформировался достаточно широкий рынок предлагаемых данных услуг, целые жилищные комплексы, которые сдаются в аренду. И, соответственно, данные собственники данного бизнеса являются тоже налогоплательщиками. Мы стремимся к тому, чтобы они, так как это новое направление бизнеса, чтобы они тоже стали полноценными участниками налоговых процессов. Затем выделяем на сегодняшний день зону своего внимания. Это так называемая программа стройка. У нас на сегодняшний день в Крыму развернут целый ряд строительных объектов в рамках государственных, федеральных программ. Местные строители достаточно активизировались. К большому сожалению, очень часто мы усматриваем минимизацию различных видов налогов, как НДФЛ по найму рабочей силы, так и других налогов. Поэтому сбор такой информации в ходе наших контрольных мероприятий мы тоже планируем осуществлять. Значит, целый ряд других программ он у нас тоже имеет. Большое внимание мы сейчас уделяем программе «Курортный сезон». То есть население Крыма, трудовое население, оно очень бизнес-сфера, ориентированы были на данные явления нашей экономики. Соответственно, там задействуются большие как капитальные ресурсы, так и трудовые ресурсы. И не всегда, конечно, налоговая составляющая там присутствует. Опять же, путем проведения контрольных мероприятий мы готовы разъяснять нашим предпринимателям о том, что существуют нормальные, лояльные способы уплаты налогов и призываем их, эти налоги, платить. Да, вот как все-таки, как вы боретесь с теми нарушителями, которые все-таки не платят, и, допустим, те, которые даже не используют контрольно-кассовые техники? Ну, контрольно-кассовая техника, она подразумевает за нарушение правил, установленных по контрольно-кассовой технике, это вынесение штрафных санкций. Что-то есть какая-то сумма? Да, для индивидуальных предпринимателей там 3000 гривен, для юридических лиц это 30-40 тысяч гривен за каждое нарушение, но самое главное в этих проверках все-таки то, что мы, как налогуорганы, выйдя на эти проверки, мы понимаем, какие пробелы в учете у платежиков есть. И это даже штрафная санкция, которая применяется за ККТ, она является не налоговым платежом. То есть наша цель – это платежик, чтобы он начал платить налоги, а для того, чтобы он начал платить налоги, у него должно быть вот это первичное приходование всех этих денежных средств совершаться в том порядке, который это предусмотрено законодательством. Тем более, что на сегодняшний день большое применение в Российской Федерации имеет место расчеты банковскими картами. В Крыму мы тоже ратуем за то, чтобы наши плательщики, которые используют наличные расчеты, тоже переходили обязательно, имели терминалы и предоставляли возможность покупателям рассчитываться банковскими картами. Вот в данном контексте мы собираемся в этом году двигаться. Не исключено, что будут появляться новые какие-то моменты, на которые мы будем обращать внимание и, соответственно, корректировать деятельность наших налоговых инспекций по всему Крыму. Резарь Решатович, но все-таки самым актуальным вопросом остается вопрос декларирования. Скажите, вот в 2015 году, получается, уже завершается работа, увеличилась в полтора раза эта работа. Какие сейчас результаты? Да, значит, принципы декларирования, они физических лиц построены таким образом, что гражданин в текущем году сдает декларацию за предыдущий год, в данном случае за 15-й год, до 30-го апреля необходимо сдать декларацию по доходам физических лиц. Значит, это первое полноценное декларирование, то есть мы, если в 2015 году приняли 11 тысяч деклараций, они были связаны с 2014 годом, где у нас большей частью платежщики находились на переходных системах налогообложения, в начале года на украинской системе налогообложения. Вот сейчас мы стоим на декларировании нормального полноценного года с точки зрения применения российского налогового законодательства. Мы выделили для себя целый ряд сфер, откуда мы ожидаем поступления налогов. Значит, это декларирование связано с тем, что наши физические лица, когда получают доходов, есть два вида доходов. Это первый в виде зарплаты, когда у тебя есть налоговый агент, твой работодатель, он за тебя рассчитал и уплатил налог. И, соответственно, в налоговом органе есть эта информация. Второе большое направление, когда физическое лицо, даже не индивидуальный предприниматель, имеет иные доходы, как то от продажи своих земельных участков, сельхозпоев, принадлежащие ему имущества, автомобилей, которыми он владел менее трех лет, полученных доходов от сдачи в наем жилья и всего прочего. Это подлежит декларированию. Установлена ставка российским законодательством 13% дохода физических лиц, с которой гражданин после сдачи декларации должен уплатить бюджет. Мы сейчас ведем большую разъяснительную работу. В нашей каждой инспекции присутствуют отделы по работе с налогоплательщиками, которые при возникновении вопросов у желающих задекларироваться, могут это все разъяснить. Вместе с тем ведем агитационную работу в различных СМИ, на рекламных носителях, проводим различные семинары, в том числе и в наших налоговых органах, с выходом на различные учреждения, предприятия, гражданам, и разъясняем важность и необходимость данного процесса. Основное внимание мы сейчас хотим уделить в этом году, это актуальный вопрос, это, конечно, сдача жилья, вот как я уже и сказал. То есть у нас большое количество населения использует это жилье, большое количество предпринимательских кругов на сегодняшний день сделало это своим направлением деятельности, имеет средства размещения. Соответственно, мы призываем их всех добровольно в установленные сроки прийти и сдать эту декларацию. С другой стороны, если до установленного срока мы этих деклараций не увидим, конечно же, мы как налоговый орган должны применять свои контрольные функции. И, допустим, как будете бороться с таким некоторыми декларацией? На сегодняшний день органы Федеральной налоговой службы России являются администратором так называемой системы ФИАС. Это федеральная информационная адресная система. То есть мы ведем реестр всех адресов всей страны. Соответственно, эти адреса, они привязаны как гражданину, так и к объектам, которые там на этих адресах есть. Мы осуществляем учет, мониторинг всех тех объектов, которые у нас на сегодняшний день имеют место, фиксируем. И, конечно же, мы имеем право выйти на контрольные мероприятия с установлением этих лиц, которые занимаются бизнесом, с установлением объема их выручки, соответственно, доходов. И, конечно же, с правом применять финансовые санкции. Система налогоблажения построена таким образом, что гражданин, юридическое лицо на добровольной основе осуществляет декларирование тех установленных налогов, которые установлены нашим законодательством. Поэтому я призываю воспользоваться именно этой возможностью и не доводить все это до контрольных мероприятий. Скажите, пожалуйста, гражданин, к примеру, получает заработную плату государственной или некоммерческой организации и других в течение года, а других доходов у него нет. Не имел. Должен ли он подавать декларацию? Если он иных доходов не имел, его работодатель, для нас это на налоговом языке называется налоговый агент, он нам всю информацию предоставил, и гражданин от этих обязательств свободен. Но когда он имеет доходы, о которых я уже сказал, это уже не в виде заработной платы, а в виде доходов с имущества, с продажи, он, конечно же, должен эти суммы заявить. Тем более, что, когда проводятся факты отчуждения такого имущества, все это фиксируется в нотариальных органах, в органах государственного земельного кадастра, и мы являемся обладателями всей этой информации, мы можем анализировать, и если в установленные сроки по данному гражданину, по данному физическому лицу мы не видим в своей базе поступившей декларации, конечно же, мы обязаны осуществить комплекс контрольных мероприятий, и эту сумму уже ему исчислить самостоятельно. Налоговый орган будет исчислять и предъявлять обязательства для уплаты в бюджет. Допустим, еще такая ситуация, вот если человек сдавал квартиру в аренду, потом последующий его продал. Вот вы очень много говорили про жилье, про аренду и так далее. Вот возникает ли ему обязанность декларировать свои доходы? Любое получение доходов от аренды, конечно же, обязательная сдача декларации. В случае, если это от обладания имуществом, когда произведено отчуждение, там у нас уже есть возможность, у плательщика, вернее, есть возможность, если он владел более трех лет, он не является, не несет обязательства по уплате налога. Но если этот срок владения до трех лет, тогда налоговый кодекс устанавливает его обязанность сдать декларацию и уплатить налог на доход с физических лиц. А у нас в студии был заместитель руководителя УФМС России по республике Крым Али Фреза Решатович. На этом у нас все. Увидимся.